Всем привет! Это ПРО УТРО на ОТВ. Просыпайтесь! Начинаем! Надеюсь, зарядку все сделали? Катя, ты неожиданно бодра для утра. Расскажи, в чем твой секрет? Секрет прост в улыбках наших зрителей. Они у нас такие спортивные. Вот и я беру пример. А ты знаешь, какие самые популярные места для занятий спортом в нашем округе? Конечно! Центральный городской стадион. Мне кажется, что это прям такой магнит для наших жителей. Там не только проводят футбольные матчи, но и занимаются легкой атлетикой и проводят соревнования. Супер! А мне интересно было бы узнать, где занимаются спортом наши жители. А поможет нам в этом Эмилия Аракелян. Рубрика ПРО ОПРОС. Всем привет! Это рубрика ПРО ОПРОС. Сегодня узнаем, где и каким видом спорта занимаются одинцовцы. Я бегаю, как правило, в парке Лазутинки, который в Одинцово. А чем бег привлекает? Ну, тем, что он доступен. Можно и зимой, и летом бегать. Зимой можно и на лыжах. Но это немного неудобно. А в принципе, парк и чистит, и готовит. Поэтому круглый год можно приводить себя в форму. Горнолыжный спорт. Донбай. А почему горнолыжный спорт? Чем нравится? Потому что это экстрим. Мне нравится бокс, потому что можно занять свое свободное время, потренироваться. Экстремальным вот здесь, в парке ГДО, в скейтпарке. А конкретнее что-то? Самокат. С вами была Эмилия Аракелян. Пока-пока! Спорт – это жизнь. Ты знаешь, я тоже хочу приобщиться, но пока не знаю, какое направление выбрать. Руслан, прошлым летом я вступила в клуб любителей велоспорта. И тебе советую. Один круг мы поедем в парах, один круг мы поедем друг за другом. Велосипедные заезды и марафоны каждый день. Два года назад появилась группа любителей велоспорта Одинцовского округа. И с тех пор количество участников только растет. Мы сделали форму. У нас появилась какая-то группа людей. Все начали на нас обращать внимание. И взрослые люди начали к нам тоже подтягиваться, спрашивать, а можно ли с вами покататься, как это сделать и прочее. И вот на сегодняшний день у нас уже есть несколько групп по силам подготовленности, которые катаются с нами. Это сильные, продвинутые, средние, начинающие. Светлана вступила в группу весной. Уверена на все сто, что ее жизнь поменялась в лучшую сторону. По словам девушки, спорт – хорошая команда и достижения отлично мотивируют. Энергетику не передать – это вообще нет слов. Ну и 2700 километров в ногах. Совершенно незаметно. Это замечательно. Мы выезжали в Сочи уже один раз на сборы. Светлана, вот я хочу к вам вступить. Что мне необходимо? Вам необходимо только желание. Конечно, желательно, чтобы был шоссейный велосипед у вас, экипировка, поскольку это удобно. Защита, потому что это в первую очередь. Ну и огромное желание. Желания и азарта у спортсменов достаточно. Александр соревновался вместе с другом и с тех пор увлекся велоспортом так, что не пропускает ни одной тренировки. Велозабеги по два раза в день, иногда по пять часов, говорит юноша. Мы катались вместе просто так. Он меня один раз обыграл, скажем так. Он объехал меня. Мы соревновались. И меня это разозлило, и я решил прийти тренироваться. В итоге он уже не занимается, а я вот достиг чего-то. Этих ребят попробуй только обгони. У них появляется новый стимул тренироваться больше. В группе уже более 50 человек. Утро начинается не с кофе, а с велосипедной прогулки. Так считают участники. Ну а присоединиться может любой желающий. Катя, да, у тебя отлично получается. Но я еще хочу обратиться к звездам и выбрать спорт для своего знака зодиака. А я бы сверила звездами, как же мне отдыхать. Ну тогда точно пришло время гороскопа от нашего эксперта Виктории Штельхорн. Доброе утро. Меня зовут Виктория Штельхорн. Это прогноз на сегодняшний тим. Посмотрим, что вам порекомендуют карты. Овны. Пятерка кубков рекомендует вам сегодня не реагировать на любые изменения моментально, а все-таки подождать, переоценить ситуацию, переоценить все, что произошло, и сделать очень грамотные шаги. Потому что сегодня высока вероятность ваших быстрых реакций, которые могут привести к неприятным последствиям. Таким образом, если будут какие-то изменения, если что-то будет идти не так, как вы ожидали, не делайте резкие выводы, не реагируйте быстро. Действуйте спокойно, размеренно, дайте себе время на то, чтобы принять правильное решение. Тельцы. Аркан для вас на сегодня – это первый старший аркан маг, который рекомендует действовать, быть смелым, быть открытым, быть креативным. Не бояться проявить себя с какой-то необычной стороны. И кроме того, карта маг – это деятельность, активность, решительность и просто, так сказать, работа. Не ждите, не выжидайте, не думайте, не гадайте, не переживайте, а действительно приступайте к активным действиям. Маг говорит о том, что вся сила, весь смысл проявится на практике. Так что приступаем. Близнецы. Аркан для вас – это двойка пентаклей, которая рекомендует быть рациональным, практичным, взвешивать все за и против, стремиться к выгоде для себя и для других людей. И кроме того, действовать, ну вот прям практично, прагматично, чтобы во всем была какая-то полезность и качество. Заниматься тем, что действительно будет вам нужно и что будет для вас полезно, а не просто приятно и весело. Аркан, рекомендация для вас – это двойка кубков. И эта карта настраивает нас на баланс и гармонию, как в отношениях, так и внутри самим собой. В первую очередь, обратите внимание на то, с кем вы можете выйти на разговор. Нет смысла настаивать на своем, а в сегодняшнем дне. Но есть смысл все-таки идти на компромисс, пытаться говорить на языке другого человека, с которым вы хотите о чем-то договориться. Также двойка кубков рекомендует привести себя и свои эмоции в баланс. Возможно, необходимо буквально 15-минутная медитация, либо отдых в парке. Подумайте, что вам поможет восстановиться. Львы, девятка пентаклей, гордость собой, заслуженный успех, признание своих регалий. Все-таки признайте, в чем вы хороши, чего вы достигли, чего вы действительно достойны. Девятка пентаклей напоминает, все не зря, ты к этому шел, ты этого заслужил. Что вы не признаете? Возможно, вы сами не видите свой успех и свои заслуги. Каждый из нас что-то достиг, но не каждый из нас это признает и замечает. Сегодня тот самый день, когда пора. Дева, для вас рекомендация на сегодняшний день – это 19-й старший аркан солнца. Радоваться, быть открытыми, делиться энергией, больше отдавать, чем получать. Вы сами источник силы. И даже если кажется, что сил нет, вспоминайте. Вспоминайте, где они у вас спрятаны. Займитесь тем, что даст вам вдохновение и пробудет снова вот эту энергию внутри. И кроме того, займитесь какой-нибудь активностью. Потому что солнце очень часто рекомендует быть действительно подвижным. Ведь и это тоже может дать вам энергию. Весы. Рекомендация для вас – это карта «семерка жезлов», которая говорит, не важно, кто что скажет, не важно, кто и что от вас ожидает. Действуйте, делайте то, что считаете правильным. Делайте то, на что у вас есть мотивация и силы. Даже если нет невероятного желания, но вы понимаете, я должен, это правильно, я хочу, я смогу. Вот то, что вы верите, пора этим заняться. И также «семерка жезлов» рекомендует не бояться действовать в одного. Вы и сами можете очень многого достичь. Скорпионы, рекомендация для вас – это 17-й старший аркан «Звезда». Вера, надежда, любовь, вдохновение – все, что заставляет вас вдохновляться, мечтать, проявлять какую-то мотивацию и стремление к жизни. Карта «Звезда» очень часто рекомендует представить себе новые цели, планы и желания. Как говорится, человек без цели не хочет жить. Поэтому подумайте, что еще может вас мотивировать, какие еще есть у вас возможности. Вдохновитесь. Стрельцы, для вас рекомендуется вместе с «Восьмеркой Пентакли» на сегодняшний день стабильное планомерное движение. Все, что вы запланировали, просто делайте шаг за шагом. Пожалуйста, удержите себя, продисциплинируйте себя. Возможно, именно сегодняшние события, обстоятельства и планы, которые были построены ранее, могут дать вам прекрасные результаты на будущее. А если планов не было, так начинаем строить. «Восьмерка Пентакли» любит порядок. И не только в шкафу, но и в голове. Так что выстраиваем план, ведь это и есть порядок. Козероги, для вас рекомендация – это туз жезлов, который говорит, зажигай, давай энергию, давай драйва. Это прям аркан жизни как таковой. Поэтому зажгите себя, вдохновите себя. Если вы чувствуете, что вы немного приуныли, устали, потеряли мотивацию, что может вам ее вернуть? Что может вас снова вдохновить? Займитесь этим. Дайте себе это удовольствие. Это даст также вам энергию на важные события и задачи дня, не только дня. Водолея, для вас на сегодняшний день – это аркан королева кубков. И это аркан удовольствия. Вкладывание времени и внимания в самого себя. Даже если у вас сегодня полно забот о других, о семье, либо о работе, еще о чем-то, все равно. Потратьте какое-то время для себя, сделать себе приятно. Потратить время на свое тело, заняться какими-то процедурами, заняться любимым делом, посмотреть любимый фильм. Что вы можете сделать для себя уже сегодня? Рыбы. Императрица Третий Старший Аркан. Эх, но эта карта, конечно, очень глобальная. И она рекомендует чувствовать себя полным силом, что вы можете все, что вы можете создать все, что захотите. Ведь температрица – это карта жизни, это карта Матери-Земли, которая является источником всего, любых ресурсов, любых существ, так сказать. Вы тоже можете создать чего угодно, у вас тоже достаточно этой силы. Что вы хотите создать? На что у вас прям вдохновение появляется? Будьте создателями и творцами. И верьте в себя. Прекрасного дня! Руслан, а ты знаешь, что 17 мая – день рождения интернета. И, кстати, согласно аналитическим данным, из открытых источников каждый второй житель планеты хотя бы раз в день выходит в глобальную паутину. Я точно больше раза в день. Катя, ты любишь тортики? Я иногда просто не могу сдержаться перед сладким. Создатели Всемирного дня выпечки решили, что пришло время распространить радость от пирожков по всему миру. Так здорово! Я так хочу кусочек пирожка. Руслан, а ты знаешь, какие мероприятия проходят в округе в мае? Кажется, я начинаю догадываться, что это связано со спортом, да? Да, все правильно. И это благотворительный забег «Я бегу, ребенку помогу». Давайте посмотрим, как он проходил в 2019 году. Смотрим! Благотворительный забег «Я бегу, ребенку помогу» проходит в Одинцово уже в четвертый раз. С каждым годом количество желающих помочь детям с особенностями развития здоровья становится все больше. На дистанцию выходят дети и взрослые. Некоторые приходят целыми командами. Эти денежки, которые мы соберем, мы отдадим для детей, которым необходимо будет на реабилитацию, на лекарства. Все собранные средства, а в этом году сумма составила более 200 тысяч рублей, будут направлены на лекарственную и терапевтическую помощь. Десять семей получат финансовую поддержку. Трое из них уже у нас по второму разу получают. Лерочка, она у нас на реабилитацию уже уехали, но мы сказали, что мы денежку Лере даем. Мама говорит, как раз оправдаются наши билеты туда и обратно на самолете. Они сейчас в Евпатории. Нематов Сергей у них на тренажер идет, мама так сказала. Ну а так, мы даем возможность родителям самим закупить то, что им надо для детей. Но в основном у нас, конечно, приоритет всегда – это реабилитация и лекарства. В этом году участниками забега стали 670 человек. Дети, взрослые, семьи, корпоративные команды. Специальная подготовка не требовалась. Организаторы приготовили разные дистанции, чтобы принять участие в мероприятии, мог любой желающий, независимо от возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовки. У нас в студии организаторы благотворительного забега «Я бегу, ребенку помогу» председатель организации «Мир детям» Лариса Деревянко и председатель комитета по социальному предпринимательству Московского областного отделения «Опоры России» Светлана Налепова. Здравствуйте. Доброе утро. Да. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея такого забега? Ну, все очень просто. В 2016 году у нас коллеги из Школы Великих Открытий в рамках своих социальных проектов пришли с идеей вообще организации благотворительных забегов в Одинцовском округе. Тогда очень много участников подключилось к этой идее. Мы выступили на общественной палате, предложили эту идею популяризировать. И родился благотворительный забег «Я бегу, ребенку помогу». Где мы собирали, в 2016 году мы организовали первый же забег и собрали средства на первых детей для реабилитации наших именно Одинцовского округа. А вот насколько сложно организовать такой забег? Пользуются ли популярностью в нашем округе? Анна, благотворительных забегов у нас несколько в Одинцовском округе. Именно на благотворительную тему, вот один из немногих «Я бегу, ребенку помогу» вообще очень сложно. Это как раз то мероприятие, которое можно, наверное, сделать только сообща. Сообща, используя ресурсы различных организаций, компетенции различных организаций, потому что это и спортивная часть, это и культурно-развлекательная, потому что мы там находимся и вопросы безопасности, и площадки, это и зоны выставок, благотворительных ярмарок, то есть это такое большое, очень комплексное мероприятие, куда можно прийти и очень хорошо провести время, кроме самого благотворительного забега. Ну и мы очень, конечно, надеемся, что мы не просто обращаем даже внимание на проблемы с ограниченными возможностями здоровья, но еще и помогаем воспитывать семейных ценностей, ну то есть привлекаем семьи. Здорово, правда целый комплекс мероприятий. В забеге участвуют все организации, мы все влитые, все едино, и как-то у нас получается, что и веселое мероприятие, и очень даже полезное и нужное, дабы люди видели, что существуют еще и другие дети. Говорят про них особенные, никакие они не особенные, потому что в каждой семье у нас есть здоровый ребенок в нашей организации, и есть ребенок, как говорят, особенный. А те дети, которые здоровые, и они привыкли к этим детям, они их просто за собой таскают, как нормальные детей. И когда дети видят их, конечно, когда впервые, тяжело, а когда постоянно, для них это уже все нормально. И они также стараются бежать, они с таким же азартом, эмоцией через край. Мы видели в сюжете, что участники бегут в разных интересных костюмах. Скажите, это обязательно условие забега или нет? Нет, это не обязательно условие, но желательно, конечно, потому что это очень интересно. Это как карнавальные костюмы. Любую, можно шапочку там, можно маечку что-то, но это красиво. И самое главное, что это детям интересно. Они же смотрят, разглядывают, и поэтому у нас есть специальный фан-забег отдельно, он прям бежит, там семьями бегут. У нас даже был какой-то... Он даже называется семейный фан-забег. Он даже коляски наряжает, дети сидят, типа рыбки, там дельфинчика. В общем, это чтобы настроение создать определенное, какое-то праздничное. Да, это как раз такая семейная-семейная часть, когда можно пройти даже... В том, в чем хочу. Даже были кейсы, когда выходили семьи, они наряжались в одном стиле, писали там, семья Ивановых у них на футболочках было, и они выходили в вот такое командное образование. Корпоративные костюмы. Корпоративные костюмы, но уже не как корпоративных команд, это другая тема, что немножко об этом расскажем. А именно семья, то есть они объединяются на эту тему, выходят на фан-забег, одеваются, фирменный стиль семьи, можно сказать, и вместе идут всей семьей, бегут. Это фан-забег. Он короткий, поэтому достойный. Он как бы может... Можно с малышами, можно с колясками, бежать не обязательно. То есть аккуратненько вы даже можете просто пройти, как шествие, такое... Чтобы костюмы не были. Праздничное, да, для объединения всей семьи. Отличные семейные мероприятия. У меня у самой четверо детей, вот трое дошкольников. Как организатор я не могу с ними пройти, но у нас бабушка вместе с ними, каждый раз проходит вот этот фан-забег, они вместе переодеваются в различные шапочки, и проходят вот эти 500 метров. Вместе, ну, очень хорошо, очень довольны, потому что они выходят и им дают медали. Ну, прям можно и творчеством тоже заняться на этом забеге. Да. А вот расскажите, кто может принять участие в этом забеге? Принять участие могут все. У нас есть и фан-забег, то есть вот семейный, ряженый, ряженый. У нас есть и паралимпийский забег. Это принимают участие и бабушки, дедушки идут. И ребятки вот у нас с особенностями развития. Родители некоторых везут и на коляски, потому что у нас очень много колясочников. И они готовы выпрыгнуть с этой коляски. И, конечно, паралимпийский забег общий – это именно спортивный забег, где бегут спортсмены. И им это дает удовольствие. Они очень даже стараются пробежать и по времени. Я вот сколько раз замечала, они на часы смотрят, на секундомер, сколько они пробежали, за какое время. Один год у нас был 2,7. Сократили немножечко. Сократили немножечко. Да. Сказали нам, что это не 3 километра. Извините, ребят. Получили замечание, да. Да. Поэтому вроде бы стараемся, чтобы они у нас были. Вот написали 300, значит, 300. Но в этом году у нас небольшие там изменения, что у нас будет и фан-забег, и паралимпийский – 450. В прошлом году они были у нас, забеги 300 и 500. Но паралимпийский забег прошел 500, и они не заметили. Немножко запутались, и они пошли как по фан-забегу. Вот. И нормально было. Не обязательно бежать, не обязательно торопиться. Идешь, и дети радуются. Взрослые радуются. Бабушки с костылями идут, радуются, что они прошли. Может быть, вы коротко расскажете о том, как можно попасть? Потому что я так понял, что нельзя просто прийти в день забега и поучаствовать. То есть это надо как-то заранее регистрироваться, правильно? Нет, можно прийти в день фан-забега и зарегистрироваться, да. Но так как у нас есть электронная регистрация, мы собираем средства через сайт благозабег.ру, которые идут с назначением как раз на средства реабилитации. То есть они не идут расходы даже на какие-то организационные вопросы. Это уже отдельные слои. То есть все, что вы перечисляете, все идет на средства реабилитации, на приобретение. Сейчас нам еще расскажет Мариса и по этому вопросу. Но если лимит уже исчерпан, нам будет сложно. То есть у нас есть определенное количество человек. Лучше, конечно, заранее зарезервировать за собой место. Лучше записываться через сайт. Да, вы приходите на регистрацию, у вас отдельные стоечки для получения стартовых пакетов. Поэтому удобнее, чтобы вы заранее зарегистрировались. А какие-то награды предусмотрены участникам забега? Да, награды у нас есть. Вот медали у нас такие. Вот эти медали с каждого года, с каждого забега. В этом году у нас будут медальки немножечко изменены. Очень даже будет интересно, чтобы каждый год какая-то была другая медалька. И у нас в стартовый пакет входит эта медаль. На финише, которую вручает. На старте бежим, мы на финише вручаем. У нас будет стартовый пакет. То есть это у нас будет водичка для бегущих. Браслетик на руку бумажный такой оранжевый, красивый-красивый. Ну и наклеечка будет тоже. Да, и наклейка на майку. Участника забега. Я хотела еще немножко про корпоративные команды сказать. В этом году мы хотим вообще сделать упор именно на корпоративные команды. Почему? Потому что после пандемии очень важно, чтобы мы все вместе решали все вопросы, которые сейчас есть, и все сложности, потому что можем сделать это только вместе. И мы считаем, что популяризировать нужно все объединения. Поэтому если вы состоите в какой-то организации, если вы где-то вместе занимаетесь творчеством, еще что-то, привлекаете команду. У нас есть поддельное участие корпоративной команды, можно надеть свои фирменные футболки, взять с собой флаг, это тоже допустимо. И мы ввели в этом году номинацию «Самая добрая команда». То есть самая команда, которой будет больше всех участников, они больше всех несут вклад и покажут. Флаг не России, а флаг именно команды. Если «Глобус» бежит, он бежит в своей футболке, в своей бейсболке и со своим флагом. Это будет очень красиво, будет ярко. У нас на «Лазутинке» когда был забег в 2019 году, «Спербанк» в своем, «Глобус» в своем, «Леруа» в своем бежали. Это было очень красиво, ярко. А мы, как организация «Мир детям», мы в своих майках у нас тоже есть. Вот Светлана, они тоже заказали себе маечки специально под этот забег. Да, это по России, да. Да, чтобы это было ярко, красочно, и чтобы видели это все. Да, это очень хорошо, когда несколько флагов, мы видим, сколько корпоративных команд, и не обязательно иметь там организацию коммерческую или некоммерческую. Очень много есть неформальных объединений. Я знаю, что все стараются объединиться под каким-то знаком, под каким-то символом. «Приходите». Ну, то есть, это может быть школа. То есть, есть у нас... Когда школа принимали участие, то есть, школа звонит, мы хотим принять участие, они там собираются вместе, как-то обозначаются, и мы знаем, что это коллектив. Или это какой-то спортивный коллектив, где они вместе спортивной секцией занимаются. Они бегут вот три километра, да. Мы даже разрешаем, ну, то есть, предлагаем даже, если есть возможность, где-то, может, фанзабеги, есть какие-то детские коллективы, они не могут бежать третьего. Ну, три километра, если там маленькие. То есть, можно вот таким образом. То есть, представляете, рассказываете своих коллективов, участвуйте вместе. Это как раз такой способ командообразования. Корпоративный дух. Корпоратив, да, воспитание корпоративного духа. И для коллектива в коммерческих организациях тоже. Конечно, приглашаем коллектив ПТВ принять участие в благотворительном забеге. Ждем вас с вашим флагом, с вашей символикой. Здорово. Рады будем бить вас на площадку. Я только за. Даже, знаете, был еще, у нас было какое-то кафе, не могу точно помнить, помню, что у них были коричневые фартуки, не майка, а фартуки. И с написанием. Нанесением, да, с логотипом. А вот вы, конечно. Все, я думаю, что мы подготовим. Обязательно сделаем майки. Да, фирменный костюм, флаг и вперед побежим. Здорово. Для того, чтобы поддержать детишек, помочь, конечно, это надо сделать. Очень рады будем вас на площадке. Светлана и Лариса, расскажите, будут ли какие-то новшества предусмотрены в этом году, может быть, сюрпризы? Ну вот награда «Самая добрая команда», да, кто соберет самую большую, объединится и соберет самую большую корпоративную команду. Это вот отдельная награда будет, а так вроде все будет в том формате, который стал популярным. То есть те же самые будут ярмарки, да, будут подключаться общественные ярмарки благотворительные. Да, благотворительные. Будут подключаться различные организации, которые поддерживают детей. Надеемся, спортсмены нас поддержат, пригласим. Спортсмены, сообщество, объединение, родители, мам, которые тоже свои поделки будут показывать и продавать, реализовывать на благотворительной ярмарке. Все средства от всего, что будет получено на этих площадках через сайт или на площадке пойдут как раз на реабилитацию. Каждый год мы набираем, выбираем детей с организации у нас каждый год, новые дети. И для этих детей родители уже задумали, на что они истратят эти денежки. То есть это и реабилитация, это лекарства, это можно ребенку приобрести планшет. Потому что некоторые дети, но это не секрет, они не говорящие, но они могут работать на клавиатуре. То есть они и в школе так занимаются. Вот. И это тренажеры. Прошлый забег. Даже родители ездили, когда на реабилитацию, они оплачивали билеты. То есть это тоже самое. Дело в том, что мы отчитываемся и нам нужен отчет. Так родители перед нами отчитываются, чтобы мы показали, что эти деньги были истрачены. Если они приезжают на реабилитацию, там какая-то доплата, чеков нет. А вот именно билеты, это да. Да. И поэтому родители, конечно, это помощь, это большая помощь. Никому не секрет, что денег уходит очень много на таких детей. Родители очень благодарны. Очень благодарны. Конечно. Это такие дополнительные возможности помочь ребенку сейчас. А кому-то она настолько необходима. То есть все срочное сразу. Лариса хоть и говорит в свое время про новых, да, то есть такой принцип, чтобы максимальное количество охватить. Но есть где есть срочная помощь. Включаемся тут же. Лариса и Светлана, спасибо за интересную беседу. Мы обязательно примем участие в забеге. Да. Мы готовы. Я надеюсь, что наши телезрители тоже примут участие. Заходите на сайт благозабег.ру 28 мая в 10 часов утра. Ждем вас на площади возле администрации. Регистрация начнется с 10 до 11. И в 11.15 у нас старт. Все это будет на афишах. Поэтому мы будем признательны всем, кто примет участие. Ждем всех на площадках благотворительного забега. Я бегу, ребенку помогу. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь всей семьей. Присоединяйтесь всей командой, вашими сообществами. Помогите поддержать наших одинцовских детей. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. А мы продолжаем. Знаешь, после забега неплохо было бы подумать о здоровье. А поможет в этом наш эксперт Юлия Крюкова. Рубрика про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня в рубрике про здоровье мы поговорим о чудесных свойствах лимона. Я думаю, что многие из вас любят этот фрукт. А знаете, как лимон может сделать ваше утро бодрее, веселее и интереснее? Сегодня об этом. Достаточно стакан воды. Это может быть любая жидкость. Возможно, по утрам вы пьете смузи, морсы, соки. Но вода идеальна для начала дня. Буквально одна капля лимона. Очень многие используют лимон в нарезанном виде, добавляют в стакан с водичкой и пьют в течение дня. Но если у вас нет лимона под рукой, или вы не хотите тратить время на то, чтобы его нарезать, опускать в водичку, то достаточно воспользоваться эфирными маслами. Единственное предупреждение, эфирные масла должны быть чистого, натурального качества, терапевтического воздействия, которое вы можете использовать вовнутрь. Совет от нас. Возьмите эфирное масло лимона. Достаточно одной капли в тот напиток, который вы пьете по утрам. Для меня это чистая вода. Лимон – это не только заряд бодрости с утра, после его непосредственного приема. Но не забывайте про психосоматику. Ведь эфирные масла воздействуют на наше внутреннее «я». На наш душевный настрой. Что такое лимон? Лимон – это творчество. Лимон – это умение доводить начатое до конца. Возможно, именно сегодня утром вы сможете завершить те дела, которые уже давным-давно ждут своего часа. Лимон вам в этом поможет. Бодрого и здорового вам утром! Руслан, весна такая романтичная пора. У русских поэтов столько прекрасных произведений о весне, о первом цветении. А у тебя есть любимый поэт? Да, есть. Это поэтесса Марина Цветаева. Я знаю, кстати, что она проживала в Голицыно. И с радостью посетил часть экспозиции музея-заповедника Пушкина, которая посвящена творчеству Цветаевой. Отлично! И, кстати, подробнее об этой экспозиции расскажет наш специальный корреспондент Евгений Августина. И где-то вот здесь, на Виндавском, располагается дом творчества. Он был построен в 1932 году. Вернее, не построен, а создан на даче театрального деятеля Корша. Первым директором была Серафима Фонская, местная жительница и его невестка. В конце 19 века железная дорога разделила Голицына на две части. За станционной площадью владелец земель, князь Дмитрий Голицын, решил построить дачные домики. Их облюбовали жители столицы. Многих привлекла местная гимназия. Она славилась сильной программой. Такой интерьер был по описанию книги Серафима Ивановны Фонской в Доме творчества. Там было 8 или 9 комнат маленьких. Советские писатели приезжали туда на какой-то отдых и писали в своих комнатах вручную или печатали на машинках. И за белым столом с белой скатертью собирались к вечернему чаю. В 30-х годах центром притяжения становится Дом творчества писателей. Здесь бывали Куприн, Фадеев, Твардовский, Гайдар, Макаренко, Джалиль и, конечно, Марина Цветаева. Марина Цветаева, как жена врага народа, была негативно воспринята в писательском сообществе. Время изменилось, и к ней было отрицательное отношение. Негде было жить, и она обратилась к Федину, к писателю, руководителю Союза писателей, чтобы ее поселили в Дом творчества, так как она в трудном положении. В Голицыно Марина Цветаева мало писала, в основном занималась переводами. Прожила здесь до Великой Отечественной войны. Уже после смерти знаменитой поэтессы, младшая сестра Марины, приехала сюда, чтобы найти людей, которые были с ней знакомы, и ее личные вещи. Теперь некоторые из них – часть экспозиции музея-заповедника Пушкина, посвященной Дому творчества. Это часы, которые принадлежали Марине Ивановне и некоторые книги, так как ее чемодан с вещами, и ее дневниками, и записками, и произведениями долго был утрачен. И когда он вернулся, уже Анастасия Ивановна представила некоторые вещи. Скоро в экспозиции музея-заповедника ожидается пополнение. Внучка Анастасии Цветаевой Ольга Трухачева передала в дар книгу своей бабушке с дарственной надписью писательнице. Посмотрите, какая толстая книга. Здесь подробно-подробно с рождения, с 1995-1903 года, воспоминания Анастасии Цветаевой об их жизни. Марина Цветаева прожила в Голицыно с декабря 1939 по июнь 1940 года. Современники вспоминают. В этот период она была молчаливой. Общалась с братьями по Перу, чаще всего только во время обедов. Одним из самых близких для нее людей стал Андрей Тарковский. Поэтому не случайно. Их пребыванию здесь посвящены соседние витрины. Кстати, очень интересно, какие выставки и экспозиции посещают жители Одинцовского округа. Давай это выясним в нашей постоянной рубрике «Про опрос». Какие выставки и музеи любят посещать жители Одинцова, узнаем сегодня в нашей рубрике «Про опрос». Пушкинский музей потрясающий. Третьяковская галерея, ну это классика, но она восхитительна. Не раз уже были латом и с удовольствием все снова и снова, новые залы открываешь. А вот какие-то выставки есть, которые запомнились? Всегда нравится выставка в Третьяковке как раз, посвященная иконам. Ну, ходим в картинные галереи, ходим. Так, большинствестовые музеи такие вот. Одинцовский нравится, Одинцовский край, ну, дети изучают и разные там мастер-классы. Вот, а в библиотеке, я знаю, в первой тоже много выставок, но не получается, потому что с детьми все время занято кружки, секции, школа. С вами была Эмилия Ракелян, пока-пока! Ну все, Руслан, на забег записались, на выставку пойдем. Так, чем бы нам еще заняться? Знаешь, Катя, мне кажется, мы можем попробовать свои силы в интеллектуальной игре. Ведь в первой Одинцовской библиотеке часто проходят различные мероприятия, причем не только для детей, но и для взрослых. Я думаю, мы можем сходить. Отличная идея, Руслан! Васильки, энтузиасты, соцветия, искательницы приключений. Четыре команды участниц Одинцовского клуба «Активное долголетие» демонстрируют свои знания родной страны, ее истории, культуры, географии. Вопросы интересные и весьма серьезные. Самым северным народом не только России, но и всего мира являются коряки, удмурты, ненцы или ханты. В команде по четыре участника. Интеллектуальная игра состоит из пяти раундов разной сложности. В каждом от двух до двадцати вопросов. Ответы на бланках записывает капитан. За правильные начисляются баллы. Такой Росквиз для долголетов решили провести окружные депутаты от «Единой России» и Одинцовский молодежный центр. Бабулечки – это самые активные жители города, которые всегда находятся в гуще всех событий и очень расстраиваются, когда слышат что-то негативное в новостях. Поэтому мы решили сделать для них что-то позитивное. Наши пенсионеры, они такие активные, что не сидят около телевизоров, сидят только во время, когда Первый канал говорит о новостях. А в основном они находятся здесь все вместе. И вот сегодня они на интересном мероприятии, интеллектуальная игра. И мы рады, что такие проекты существуют в нашем клубе «Активное долголетие». Раньше Любовь Николаевна в подобных играх всегда была в составе жюри. Сегодня впервые выступает участницей. Признается, это оказалось позитивным и полезным опытом. Да и команда подобралась отличная. Понимают друг друга не то, что с полуслова, полувзгляда. Вот наша команда, мы подружки. Мы любим путешествовать, мы любим сюда приходить на мероприятия. Мы такие активные, позитивные. Мы собираемся вне всяких мероприятий у себя дома. То ко мне приходят, то к девочкам мы ходим и так далее. И мы доставляем друг другу такое удовольствие от общения. И да, мы вот такие. Такой подход позволил команде «Искательниц приключений», которую и представила Любовь Николаевна, войти в тройку лидеров и занять третье место. Серебро досталось василькам, а победу одержали энтузиасты. От Молодежного центра и местного отделения партии «Единая Россия» им вручили памятные призы. «Удивительное рядом». Встречайте утро вместе с нами и узнайте много интересного. А мы с вами встретимся завтра в 8 утра на ОТВ. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!